Всем привет! Это коротенький урок про то, как получить русские шрифты на экране в LAV2D. Я тут написал маленькую программочку. Мы видим примеры шрифтов. Давайте все по порядку объясню. Так, в LAV2D есть уже встроенный шрифт по умолчанию. Вот видно его название. Bitstream Verasance. Чтобы этот шрифт выбрать, ну он, во-первых, выбран по умолчанию, но вы его можете, например, задать другого размера. С помощью функции NewFond, LAVGRAPHICS NEWFOND, задаем размер этого шрифта и заносим получившийся шрифт в переменную FOND1. Далее. Где взять шрифты с русскими буквами? Бесплатные. Ну, запустили Google. Я ввел FreeType Fonts Russian. Кстати, там написано, что любые шрифты, поддерживаемые, которые FreeType 2. Ну, в общем, вот я ввел. Два сайта первых открыл. Отсюда взял несколько шрифтов. Вот этот, по-моему, еще какой-то. И вот с этого сайта. Я, кстати, не смотрел, бесплатные для шрифты или нет. Здесь нужно было выбрать кириллический шрифт. Так, я их скачал, переписал в папку с проектом. Видите, я люблю создавать в проекте папочку RES ресурсы. И вот все шрифты сюда сложил. Получается три TTF шрифта. Так, что за PNG-шка? Ну, ладно. Вот первый шрифт грузим. Кстати, параметр такой. Если мы грузим шрифт из файла TTF, мы здесь указываем его размер. Если вы хотите несколько шрифтов, одинаковый шрифт разного размера у себя на экране увидеть, то вы просто должны загрузить его два раза. Так, где у меня тут пример есть? Вот второй шрифт с размером 20 и с размером 80. Так. Дальше грузим третий шрифт, четвертый шрифт, тоже 20-го размера. Вот они разные. А пятый шрифт немножко уникальный. Здесь уже мы используем функцию не new image, а new image font. У нее такие параметры. Файл, картинка, в которой находятся отдельно нарисованные символы. И список глифов, список тех букв, давайте посмотрим в инструкции. Список тех букв, которые содержатся в этом шрифте по порядку. Тут видно, что начиная с пробела, потому что мы здесь тоже указали пробел, видите? Но здесь интересная кодировка. Смотрите, шрифт белый-черный. Так, ну давайте. Увидите, как мы. Так. Смотрите. Черный, белый и желтый цвет использован. Неважно, какой цвет использован. Давайте я лучше вам переведу на русский. Видите картинку, которая содержит глифы в одну строку. И каждая разделена, каждый глиф, каждая буковка разделена особым цветом. Этот цвет используется для того, чтобы разделить буквы друг от друга. И нужен, и должен находиться между каждой буковкой. Вот. И в самом начале файла. Но именно отсюда наша функция и узнает номер цвета, который использован. Так что вы можете какой-нибудь розовый использовать, синий и так далее. Лишь бы он первой строчкой здесь указан. Вот. Ну и все. Так. Вот здесь пример показан. Такой же, как у меня. Если хотите русские буквы, ну пишите здесь русские глифы. Будут русские буквы. Так. Ну давайте я запущу. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Угу. Вот. Ну здесь ничего необычного. В первом во встроенном Vera Sans шрифте, который встроен в LoveDD, видите, нет русских букв. И не будет. А вот шрифты, которые мы загрузили отдельно, здесь все хорошо с русскими буквами. Ну вот мы видим шрифт Мирослав. Он нехорошо сделан. В нем кернинг неправильный. В общем, расстояние между символами. Ну как моноширинный в общем шрифт. Мне это не нравится. Недоделанный шрифт в общем. А вот этот шрифт выглядит просто шикарно. Видите, вместо белого цвета ставится текущий цвет, который мы установили. Сет колором. Обводочка есть. В общем, все по красоте, как тут говорят некоторые. Так. Давайте посмотрим. Кстати, здесь на этом шрифте видно пиксели. Как я этого добился. Вот это первая строчка. Ставим такой фильтр. Давайте, если я ее закомментирую, запущу. Смотрим на эту строчку. Видите, все сглажено. Ну вообще, у меня в других уроках про спрайты. Можете посмотреть насчет сглаживания. Так. Как шрифты задать, занести переменные. Вы поняли. Как пользоваться теперь этими шрифтами. Это мы очищаем экран каким-то фоновым цветом. Устанавливаем белый цвет по умолчанию. Просто перед тем, как печатать какой-то текст, вы должны воспользоваться функцией setFont. И переменная с этим шрифтом. А дальше, в принципе, используется команда print. Есть также команда printf. Она чуть более сложная. Где у нас тут? printf, printf. Ну, не важно. Это вы все можете спокойно в документации найти. Я хочу сказать, что она очень похожа на работу с любым drawable объектом. Love2D. Это означает, что сначала идет ссылка на этот объект. В данном случае, текст, это у нас просто текст хранится. Вот здесь, да? Кстати, функция умная. Если вы сюда передадите первым аргументом какое-то число, то это число будет тоже напечатано. Оно преобразуется в строчку. Например, очки вы хотите выводить в игре. Дальше координаты x, y. Дальше идет, по-моему, поворот. Всякие смещения и так далее. Посмотрите в документации. Все как в спрайтах. Выбираем второй шрифт. И так далее. Ставлю, задаю другой текущий цвет. Уже там у меня розовый что ли цвет. Видите, и уже дальше начинает печатать этим цветом. Ага. Вот здесь я воспользовался большой шрифт, где у меня выбран. Я повернул немножечко его. Не знаю, насколько. На 20 градусов примерно. Ну, вот и все. Вот и все. Хочу сказать, что в следующий раз я расскажу, наверное, про ввод текста. И начну про гуишки рассказывать. Всякие менюшечки, кнопочки и так далее. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь.